добрый вечер друзья из самого сердца кремниевой долины вас приветствует голос этой самой кремниевой силиконовый силиконвалы войс наш канал наш и хочу сказать вот об этой таскать центральности кремниевой долины и где мы тут с вами проезжаем значит у меня поскольку вторник урок сегодня с 6 до 7 понедельник вторник четверг у меня урок с 6 до 7 по местному времени в онлайн классе урок был номер семь сегодня запланирован и все его ждали и якобы команду послал там на сбор скайпе я шлю там приглашение на вебинар 110 человек в классе и значит за минут семь-восемь до начала урока уже приглашение разосланы интернет отключили вот самым что ни на есть центре самый что ни на есть силиконовой долины значит какие-то проблемы с силиконом понимаете был такой анекдот я вам расскажу как но анекдот этот рассказывался когда было 70-летие советской власти вот там праздник был отмечали вот значит рассказывают что в сахаре решили установить значит сделать создать коммунизм построить коммунизм и все сделали как положено по науке но вы может не изучали а мы-то люди грамотные в теории значит и я могу подтвердить все делали грамотно сначала провели революцию потом значит культурную революцию индустриализацию электрификацию и в общем уже совсем было построили в сахаре коммунизм как на 70-м году установление советской власти сахаре начались перебои с песком вот так вот у нас тут понимаешь самый разгар всего этого дела тут часто башь теслы пошли тут вообще такая электрификация идет всего и акк а кому лидерей а кумуле ляторизация вы лучше скажете вы помоложе вас язык не заплетается я не пил ничего я просто не могу выговорить а как а кумуле ляторизация страны и вот на тебе пожалуйста значит отключили интернет разбирались с провайдером и я представьте себе даже не мог отписаться в скайпе и сказать пацаны у нас значит тут авария ну к счастью кто-то позвонил из студентов и гитая урок будет вот и мы ему говорим передайте камрадам что ну не будет да значит теперь только в четверг вот так трудно жить друзья вот так значит империализм обходится с нами с простыми тружениками силиконовых полей да ну что вам еще рассказать значит в остальном вроде все нормально пока значит ничего больше не разрушилось так все хорошо погода хорошая студенты занимаются компании приходят интервью проводят да в общем как-то жизнь жизнь идет все хорошо у нас скоро каникулы будут на самом деле потому что 4 июля день независимости там вокруг него у нас каникулы ну вот значит я еще отдельно сделаю анонс время есть но вот давайте я может быть пока так предварительно скажу мы договорились о времени и месте с со светланы каф и ближайшую субботу ближайшую вот если сегодня я так понимаю двадцать четвертая сегодня двадцать четвертая вторник соответственно пятое шестое седьмое восьмое значит двадцать восьмого в субботу мая 28 мая в субботу по москве это будет что-нибудь пол девятого у нас это будет пол одиннадцатого мы в десять соберемся и не позднее чем десять тридцать по нашему местному то есть не позднее чем восемь тридцать вечера по москве мы начнем прямую трансляцию с ответами на вопросы у нас наверное кто-то придет там из зала вопросы задать но если придет хорошо если не придет тоже не не страшно но чем те из местных ребят кто хочет вопросы задать приходите в школу там где-нибудь между десять и десять тридцать утра потом у нас будет трансляция в ю-тубе основное действие будет происходить в ю-тубе потому что там во первых у нас подписчиков много по сравнению с перископом кроме того там вопросы которые вы пишете остаются в окошечке чата и с ними легче работать там значит будет помощник светланы каф будет вытаскивать вопросы из ютуба один из нас будет вытаскивать вопросы из перископа тоже но вы понимаете что перископе они быстро проскакивают поэтому сложность некоторая то есть мы запустим и перископ тоже вот но как бы если вы хотите чтобы ваш вопрос не потерялся значит вы его пишете в скайпе если вы не сможете участвовать но хотите чтобы вопрос был задан значит вы задаете его либо под тем видео где я сказал что у нас будет встреча со светланы каф либо под этим тоже она не потеряется я все просуммирую поэтому у нас будут вопросы из тех что вы даете в записи да которые я потом принесу в офис вопросы которые будут живьем в скайпе вопросы живьем в перископе и вопросы живьем из аудитории вот так что я как бы всех приглашаю мы я думаю часа на 3 будет мероприятие но максимум на 4 максимум я думаю что мы больше 3 вряд ли там выдержим но мы постараемся чем то что то что сможем сделать то сделаем вот так что счастливы мы собственно не последний раз так но поскольку тираж прошел лотерея и возникает много вопросов с этим связано поэтому мы подумали что может быть так самое время встретиться и поболтать это из текущих дел но что еще да я я еще раз я сделаю отдельное видео будет отдельное видео а может быть завтра там на работу поеду и сделаю что еще сказать думаю 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 а знаете еще что я сделал плейлист у нас на канале плейлист называется там типа выпускники портнов компьютер скул там что-то отзывы и рассказы дело в том что за последние несколько месяцев набралось вот я заметил сколько-то очень интересных рассказов люди свои блоги ведут то есть к нашему каналу отношения не имеет то что на канале есть я как бы не не включая в этот плейлист но есть люди которые на своих каналах рассказывают как они у нас учились делятся опытом как лучше учиться как работу они искали даже может быть это не столько интересно как практические какие-то вещи которые вы можете сами употребить как может быть даже интересно что бывает на свете какие ситуации бывают я хочу сказать что это очень познавательно я сам все это посмотрел и вот мне нравится вот там есть и это не генерал там и дима шишкин и кто еще и анастасия она была у нас на канале анастасия из нью-йорка анастасия сбью у нее есть канал она три видео записала и сама рассказывала и с молодым человеком который у нас учился тоже у нее там есть рассказ и так далее я хочу сказать что она очень по взрослому и так знаете приятно приятно слышать вот как люди анализируют и выводы делают и я как вот я как педагог знаете я чувствую какое-то продолжение себя и думаю их знаете это здорово кстати если кто-то есть кто может быть захочет вы посмотрите что там ребята рассказывают и но те кто на тех кто нас учился конечно вот посмотрите что ребята рассказывают и у вас возникнет еще там миллион идей чего рассказать поэтому если вы хотите вот такое сделать видео я его с удовольствием включу в наш плейлист и именно то что люди рассказывают свободно у себя на канале чтобы было понятно что я никак не не влияю не могу влиять там и так далее мне мне хочется такой вот как бы такой чистый такой незамутненный поток вот и там уже наверное штук семь или восемь виде то что я нашел может быть есть что-то чего я не знаю если пришлете мне ссылочку на что-то чего нет в плейлисте я тоже буду очень признателен но но не то что на моем канале у нас на канале много выпускников они что-то рассказывают мне мне конечно интересно вот то что они сами они что-то дозревают такого и и сами хотят поделиться это очень здорово вот таня генерал молодец я очень если кто-то не знает ее канал вот это вот таня генерал на очень очень мудро по-житейски она так вот школу хорошую прошла то сидит нахлебалась можно так сказать у него был английский неважно и и вот она через это вот через не могу через стресс такой чудовищный и она стала успешно и она там даже других людей сейчас подучивает и это конечно большой большой потенциал я думаю что а тем кто думает нужно мне не нужно надо там хочу я этого не хочу вот им надо вот это смотреть потому что я я объективно вот так со стороны не расскажу я изнутри как как я вижу а вот ребята которые как бы они уже на выходе и я думаю это очень ценная информация я случай был очень доволен мне подсказала наша подписчица и гет михаил г это что же вы так действительно их как-то я думаю действительно чет пропадает добро вот но вот такая новость у нас есть что еще я думаю у меня сейчас такой период аккумуляционный я извиняюсь за выражение вот значит у меня какие-то мысли там роятся но они не воплотились во что-то такое более оформившиеся потому что я может быть рассказывал но я так еще скажу я хочу написать три книжки про поиск работы в соединенных штатах то есть я на самом деле у меня список книжек которых я хочу которые хочу написать гораздо больше но вот эти три я себе наметил как может быть ближайшие и сначала я хотел одну потом я понял что это неправильно наделать три разных потом я понял что они не будут такими формальными структурированными а будут больше такого мемуарного жанра менее структурированные такие больше истории много чтобы интересно читалось вот и я наверное тоже на форуме начну писать на говорим про с для того чтобы люди которые там читают что во-первых вопросы которые у них будут возникать это очень важно с другой стороны там у них своих историй и примеров очень много и в общем я хотел как-то обогатить вот этот вот это содержать поэтому я не знаю когда меня прорвет потому что вот что-то такое нужно знать когда бах и понеслось вот вот этого бах пока не произошло и я все жду что она сейчас где-то случится потому что потому что как бы вся информация у меня в голове сидит а вот дальше ну вот какой-то толчок тоже не знаю так что вот это из моих таких планов ближайших творческих и еще у нас написали нам платформу девушка полина написала нам платформу для нашего будущего класса по тестированию который что называется взял и пошел ну то есть грубо говоря без преподавателя вот будет некий класс за там 300 долларов там 300 350 я не знаю нет пока цены ну вот в этом диапазоне не больше 350 и не меньше 400 будет класс где человек сможет весь материал получить и дальше самостоятельно им пользоваться без того чтобы посещать живые занятия без того чтобы я им своей рукой резюме писал там референсы давал и так далее вот такой такой класс мы сделаем на английском языке он будет я я не то есть я могу на русском тоже мне гораздо проще на русском но я не думаю что в этом есть какая-то ценность потому что все-таки мы в основном думаем о тех кто живет в соединенных штатах и кто захочет взять этот курс и попробовать там поискать работу хотя я понимаю что там 350 баксов может быть не так дорого и для тех кто живет в странах там бывшего ссср но зачем им на английском тогда непонятно в общем если только они в сша собираются в общем это тоже на подходе я думаю что эта часть будет сделана гораздо быстрее возможно что в течение месяца все это будет уже доступно и я приглашу желающих но грубо говоря потестировать это значит что мы возьмем сколько-то народу я не знаю там 20 человек и попросим их вот проходить этот курс они соответственно будут это делать бесплатно значит они будут проходить этот курс давать замечания и так далее мы им какой-нибудь бонус придумаем к этому делу вот наверное все мои новости я пошел домой а